Активный отдых в Железнике Активный отдых в Железнике Активный отдых в Маким области приняли участие вице-министры экологии, геологии и природных ресурсов, вице-министр культуры и спорта, руководители областных управлений и потенциальные инвесторы. Алматинская область очень привлекательна в плане развития туризма. Черенский каньон, Большое Алматинское озеро, Жемчужина края, озеро Алаколь — это лишь небольшой перечень уникальных природных мест, которые ежегодно посещают массы туристов. Для их удобства сегодня создаются все условия, отметил глава края Мандык Баталов. Так, если в 2014 году озеро Алаколь посещало 140 тысяч человек, то уже в этом году там побывал 1 миллион 300 тысяч туристов. Черенский каньон сделали 11 километров дороги, как вы говорите, с парковочной зоной. И там вместе с этой туристической компанией уже там есть этно-аул, до Кульсайских озер дорогу мы сделали. Современные. Когда я недавно там был, ежегодно Кульсайские озера посещало 7 тысяч, где-то 7 до 10 тысяч. В этом году, год не закончился, 90 тысяч человек. Создать условия для развития туризма намерены и инвесторы. На встрече был представлен мастер-план по развитию экологического туризма в регионе. Идей немало. К примеру, создать специальный пеший маршрут по так называемому Золотому кольцу Семеречья, организовать палаточные городки и визит-центры. По словам спикеров, сегодня необходим комплексный подход. Предлагаем использовать модель, которая принята в Соединенных Штатах по развитию национальных парков. Это, скажем так, экономика простых вещей, о которой мы сегодня часто говорим. Развитие экотуризма через визит-центры и пеший троп. Визит-центры дают возможность всем посетителям получить первую информацию о том месте, которое они посещают. Пешая тропа – это активный образ жизни. Идею Акимобласти поддержал. Отметив при этом, что создавая условия для отдыха туристов, необходимо помнить – «Мы развиваем экотуризм, а значит, нужно максимально сохранить естественность, не нанося вред окружающей среде и сохраняя уникальные богатства природы». Надежда Белова, Жасулан Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. За вклад в сохранение единства, мира и согласия. Сегодня в Талдыкургане был награжден ряд активистов АНК Алматинской области. Медали, нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма от имени Ельбаса, премьер-министра и главы края, членам ассамблеи вручил Акимобласти Аманда Кбаталов. За круглым столом активисты Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области. Это именно те люди, которые ежедневным трудом вносят свою лепту в общее дело укрепления мира и согласия в нашей стране. И сделано, надо сказать, немало. В этом году по программе «Рухани Жангару» в нашей области реализовано 585 проектов. Кроме того, одним из главных направлений деятельности Ассамблеи является благотворительность. Так, в этом году в рамках проекта «Караван милосердия» более 16 тысяч семей получили благотворительную помощь на сумму 459 миллионов тенге. Неудивительно, что Ассамблея Алматинской области была признана одной из лучших в республике, это было отмечено на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана. По нашему отчету, значит, они решили, что положительный опыт работы Ассамблеи Алматинской области и всем регионам рекомендовать опыт работы Алматинской Ассамблеи. Это вашу работу. Вашу работу. Очень здорово это. Я за это хочу вам огромное спасибо сказать. И это наш общий успех. Выполняя поручения Ельбасы, национальные центры стараются стать связующим звеном между исторической родиной и Казахстаном. В результате в область привлекаются инвестиции, реализуются различные проекты. К примеру, сотрудничество с южнокорейской клиникой Hyundai или южнокорейской компанией Friend Asia, которая помогла 87 семьям провести ремонт квартир и домов. И такую работу сегодня ведут все этнокультурные объединения области, за что активисты и были отмечены наградами. Для меня это большая честь, что я удостоилась сегодня такой награды. Конечно, не хочется хвалить себя, но очень приятно, когда твою работу замечают и поощряют. И хочется еще больше вкладывать своих сил, свои энергии в развитие, в процветание нашей республики. Сегодня Ассамблея народа Казахстана – это 71 этнокультурное объединение, Совет общественного согласия, Советы матерей и ряд других структур. В этом году была создана новая организация – Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана. Уже сейчас в нее входят 20 предпринимателей-меценатов, которые ведут активную работу. В ходе встречи с золотой медалью «Берлик» был награжден и председатель новой структуры Ассамблеи Закиржан Кузиев. Наше предприятие только за этот год сделало на 72 миллиона 300 тысяч тенге, оказало благотворительность алматинской нуждающимся. Поэтому я считаю, это очень хорошие показатели. Я думаю, каждый из нас, если будет в мере своей возможности помогать, то в принципе у нас будет все меньше и меньше нуждающихся. Я думаю, что этот маленький наш вклад в единство народа, в Ассамблею, вот был оценен сегодня нашим председателем Нурсулан Абещевым Назарбаевым, был оценен в виде ордена, золотого ордена. Всего медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами от имени Ельбасы, премьер-министра и Акима Алматинской области были награждены 17 активистов Ассамблеи народа Казахстана, края ЖТСУ. Надежда Белова, Жесон Чингинжинов, телеканал ЖТСУ. Алакольский район в этом году собрал хороший урожай во всех отраслях экономики. Так, за отчетный период в регионе произведено более 16 тысяч тонн мяса, свыше 35 тысяч тонн молока, 350 тонн меда и почти 700 тонн рыбы. Об этом и других актуальных вопросах региона стало известно из уст Акима региона в ходе брифинга на площадке ЖТСУ Медиа. Как отметил Алибек Жакамбаев, до конца года ожидается довести объем инвестиций до 28 миллиардов тенге. Одна из актуальных проблем региона – это отсутствие питьевой воды и канализационных сетей в курортной зоне озера Алаколь. Для решения данной проблемы в следующем году с государственного бюджета будет выделено свыше 4 миллиардов тенге. В целом объем произведенной продукции региона с развитым сельским хозяйством в уходящем году составил свыше 39 миллиардов тенге. В сфере промышленности эта цифра превысила 8,5 миллиардов тенге. В следующем году, как я уже сказал, планируем привлечение инвестиций на сумму 31 миллиард тенге. Осуществим мы это за счет строительства крупных производственных объектов, таких как завод по производству масла, молочно-товарная ферма. Хотим взять в руки логистику в достыке, а также в планах построить гидроэлектростанцию. До Нового года остались считанные дни. Подготовку к самому сказочному празднику начали в Талтыкургане. Город одевает на себя самые яркие и красочные наряды. При оформлении улиц в здании используются необычные светодиодные элементы праздничной атрибутики, чтобы подарить гостям и жителям областного центра неповторимую волшебную атмосферу. Декоративные фонари, светодиодные гирлянды и сказочные малые архитектурные формы. В этом году оформление областного центра будет совсем необычным, уверяют городские власти. Да и выделенная сумма, говорит сама за себя, 24,5 миллиона тенге. На оформление и того мы подписали договор с компанией ТО «Наружная реклама» на 11,5 миллионов тенге. На установку и демонтаж елок, соответственно, мы подписали договор с компанией ТО «Виктория» на 13 миллионов тенге. Годы идут, а елка по-прежнему остается главным атрибутом новогодних праздников и предметом радости для горожан. В канун Нового года в Талтыкургане новыми красками заиграют одни из главных достопримечательностей областного центра. Это парк Жастар, набережная реки Каратал и Центральная площадь. Главную елку области украсят необычными гирляндами и яркими игрушками. Грандиозная праздничная атмосфера будет дарить радость таки горожанам, таки гостям города. Оформлением областного центра к предстоящему празднику занимаются две подрядные организации. Это ТО «Наружная реклама» и «Виктория». Все будет готово в срок, уверяют они. В данный момент мы устанавливаем на центральной площади города Алдуграна елку, новую абсолютно, многоярусную. В этом году первая цена такая елка, вся будет светиться, как говорится. Высотой 24 метра, сама елка 22, плюс снежинка 2 метра, итого 24 метра. Используется хвоя, производство ХНР, но противопожарное. И как же без традиционного конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий, проводимое в Талдыкургане, уже больше 15 лет. Остается почти 10 дней. И у многих учреждений еще есть время придать своему зданию неповторимый нарядный вид. Мы проводим сейчас мониторинг и проверяем, кто как оформил. Соответственно, мы просим организации оформить как можно лучше, оригинальнее. И, соответственно, будем это все учитывать при проведении данного конкурса. Победители и призеров конкурса ждут ценные подарки от руководства области. Результаты объявят на главной вечерней елке 31 декабря. Азад Жумаханов, Асид Дюсимбек, телекомпания ЖТСО, Талдыкурган. Спички детям не игрушка. Элементарные правила безопасности напомнили учащимся школы лицея номер 7 Талгарского района сотрудники отдела ПОЧС. Ребятам рассказали, как правильно себя вести при возникновении пожара. Для закрепления полученных знаний показан видеоролик, демонстрирующий правила поведения при эвакуации из общественного здания в случае возгорания. Прививая подрастающему поколению чувство патриотизма, пожарные привели факты из истории создания пожарной охраны. Рассказали о примерах героического спасения людей на пожарах и при ДТП. Огнеборцы объяснили детям, куда и как обращаться при чрезвычайных ситуациях. Добавим, основная цель таких мероприятий – пропаганда мир пожарной безопасности среди детей. Почарникам были доведены правила пожарной безопасности, соблюдение их в жилых домах, квартирах, также в общественных местах. А также в преддверии Нового года были доведены по пиротехнике, использование пиротехники именно от младшим классом. Перед началом празднования Нового года одной из активных мер реагирования органов ЧАЭС становятся рейды по пиротехнике. Несертифицированный товар представляет большую опасность, особенно для детей. Сотрудники отдела ЧАЭС Уйгурского района тоже проверили основные точки торговли. Особое внимание спасатели уделяли качеству реализуемой продукции, наличию сертификатов, а также соблюдению правил хранения. По словам спасателей, фейерверки можно разделить на две группы – простые и сложные. Применение простых фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие изделия можно без труда использовать самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию. Сложные же категорически запрещаются использовать вблизи от построек жилых домов, проводов и при сильном ветре. Иначе праздник может превратиться в трагедию. По результатам рейда грубых нарушений не выявлено. Тем не менее, сотрудники ОЧС Уйгурского района напоминают, продавцы в обязательном порядке должны иметь разрешительные документы на право реализации продукции и сертификаты. Важно помнить, что любая пиротехника нуждается в правильном обращении и соблюдении правил безопасности. Более всего это касается детей. Лучше не разрешать им запускать салюты самим, подытожили спасатели. У нас на территории Уйгурского района по ожогами, по пиротехническим изделиям не было зарегистрировано. Но мы ежегодно проводим профилактические работы по пользу пиротехнических изделий. Специально должны быть и лицензии по пиротехнике, и в специальных магазинах продаются. Но на открытиях, на рынках запрещается продавать пиротехнические изделия. В продолжение выпуска другие не менее интересные события. Оставайтесь с нами. Интернет в каждое село. Свыше 160 населенных пунктов области в 2020 году подключат к высокоскоростному интернету. Профилактика прежде всего. Комплекс мероприятий по борьбе с подростковым суицидом озвучили в форуме педагогов-психологов в Талткургане. Спортивные итоги. Лучшую команду по мини-футболу среди сотрудников республиканских СМИ выбрали в Алматы. В селе Карасу Сайрамского района местные жители бьют тревогу. Путь в школу пролегает через дорогу, где нет светофора. Автолюбители зачастую игнорируют дорожные знаки, передают от РАР-ТВ. Не только дети, но и взрослые опасаются переходить опасный участок. Чтобы предотвратить несчастные случаи, на дороге родители записались на прием к Акиму сельского округа Карасу. Если местная власть не сможет решить проблему, жители готовы обратиться в вышестоящие инстанции. Сегодня на трассе Ридер-Ускаменогорск застряли автомобилисты, сообщает Устинка Лайф. Фуру развернуло, а не проехать никак, рассказывают очевидцы. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО, машины попросту не могут заехать на гору. Из-за скользкой дороги. Все дорожные службы оповещены. Наш экипаж выехал, добавили ведомстве. Работы ведутся. В Ак-Тубе жители многоэтажки в центре города с ужасом обнаружили в одной из квартир настоящую свалку, передают КТК. Зловонные кучи гниющего мусора не один год собирает в своей квартире местная жительница. В ее доме давно отключены электричество и вода. Из-за скандала с соседями она не посещает общую уборную, поэтому справляет нужду в пакетике и выбрасывает из окна. Ее соседи оказались в безвыходном положении. Сама хозяйка убирать не торопится, а городские службы без ее согласия попасть в квартиру не могут. 161 населенный пункт Алматинской области в 2020 году будет подключен к волоконно-оптическим линиям связи. Это позволит жителям региона пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета и улучшит качество связей мобильных операторов. Об этом сообщили в ходе брифинга на площадке ЖТСУ «Медиа» сотрудники компании «Хазахтелеком». По их словам, только в этом году сеть проведена в 67 отдаленных сел Алматинской области. К концу года планируется подключить еще 14. Последними в этом списке стали районные центры «Баканас» и «Нарнкол». Реализация проекта позволит значительно снизить информационное неравенство между городским и сельским населением, а также обеспечит возможность развития инновационных услуг, в том числе телемедицины, онлайн-образования и сферы электронной коммерции. Завершающим этапом реализации этой программы у нас является организация телемоста между населенными пунктами «Нарнкол», «Баханас» и «Талу-Орган» областным центром. Реализацией этой программы у нас 413 государственных учреждений получат передовые технологии, более 160 школ будут подключены к оптической технологии и более 50 объектов здравоохранения тоже получат передовые услуги телекоммуникации. У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба. В региональном центре общественных связей заявили, что погиб один сотрудник ведомства. В Министерстве здравоохранения уточнили, что пострадали 5 человек. Ранее агентство «Интерфак» сообщало, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Предпраздничный гул в центре города. Выстрелы разорвали через считанные часы после итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили. Португалия оказалась под ударом зимнего шторма «Эльза». Во многих районах материковой части страны из-за шквалистого ветра объявлен оранжевый уровень тревоги. На севере, в муниципалитетах Порту и Брага, тысячи людей оказались без электричества. В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тахо и соображение безопасности. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях. Продолжаем выпуск. Как может инвалид первой группы с детства «Колясочник» являться одновременно студентом, цирковым артистом, шоуменом и мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу? Оказывается, невозможное возможно. И чудес здесь нет, а есть целеустремленность, сила воли, непримиримый характер, несокрушимая энергия и бескорыстное желание приносить пользу людям. Однако действительность вносит свои коррективы. Подробности в материале нашего корреспондента. 46-летнему второкурснику ЖТСУСКОГО государственного университета Сергею Менькову ради получения знаний приходится превозмогать не только себя, но и обстоятельства. Ямы в асфальте и банальные ступени в учреждениях – не единственные препоны на пути в ВУЗ. Ежегодно инвалида «Колясочника» беспокоит одна и та же головная боль. Где взять деньги на обучение в университете? Будешь задаваться подобным вопросом, если твоя пенсия не дотягивает до 60 тысяч тенге. Это тот же уголь, я его в рассрочку покупаю, дрова заготавливаю. Это я сам на свою пенсию, на свои 57 тысяч уголь в рассрочку, дрова, свет, вода, канализация. Все это, вот с этого живу я, с этих денег. Вот именно с этой пенсии все. Потому что сейчас институт взялся и они мне помогут, они мне допустили к сессии. Все, я допущен к сессии вот именно сейчас, декабрьская сессия. По поводу той летней сессии, которая грядет, которая придет, это большой вопрос. И с оплатой мне надо что-то будет придумывать, искать. Дети – это наше все, так считает Сергей Меньков. Поэтому он использует любую свободную минуту, чтобы доставить радость детворе. Проводит благотворительные представления в Талдыкурганской школе-интернате для глухих. По воскресеньям в православном приходе поселка Балпыгбе из Клидинского района играет с ребятней в шахматы. А также сотрудничает со многими детскими кружками и клубами нашего областного центра. Сергей – человек публичный, поэтому для него важно получить полноценное образование в социуме. Он мыслящий, думающий. Потом у него, видите, есть богатый жизнью опыт. Мы ведем теоретический курс обучения на занятиях, да, а он на практические занятия приводит, значит, опыт, примеры жизни, дополняет. И он в какой-то степени оживляет наше занятие, которое идет. Потому что у него уровень мировоззрения намного шире, чем у других студентов. Сергей учится на психолога. В будущем хочет открыть собственный кабинет, чтобы, опираясь на полученные знания и накопленный опыт, помогать людям выбираться из тяжелых жизненных перипетий. Но сейчас Меньков сам нуждается в поддержке. Он будет благодарен любой финансовой помощи. Связаться с Сергеем можно по номеру 837-834-5483. Реквизиты для финансовых переводов представлены на экране. Евгения Присяжная, Мадиба Ибасынов, Кайрат Кастурганов, телеканал ЖТСУ. Определить душевное состояние подростка, оказать ему квалифицированную помощь и просто поговорить по душам под силу лишь школьному психологу. Ведь это не только штатная единица, но и человек, которому ученики доверяют свои тайны. На сегодняшний день одна из актуальных проблем среди несовершеннолетних – это суицидальное поведение. О методах профилактики данного вопроса рассказали на форуме педагогов-психологов, в котором приняли участие представители Казахского психологического общества, фонда Just Support и другие. На пленарном заседании и площадках лабораторий педагогического поиска были проведены постер-сессии мастер-классы. Во второй половине дня прошла работа пяти секционных заседаний. По итогам форума были выработаны рекомендации, включающие в себя совершенствование культуры непрерывного профессионального развития, создание ресурсных центров на базе школ, в том числе оказание своевременной помощи детям группы РИСКа. Как вы понимаете, среди подростков часто возникают ситуации, требующие вмешательства взрослых. Грамотный специалист, сумеющий определить психологическое состояние того или иного учащегося, сможет вовремя предупредить трагедию. С целью повышения профессиональной компетенции школьных психологов нашей области и был организован данный форум. На форум я приехала поделиться опытом своей работы создания проекта. Проект создан по суицидуальному поведению подростков. Проект мы назвали «Мы сами рисуем свою жизнь». На протяжении 15 лет, которые я работаю в школе, я смогла создать 4 авторских программы, которые помогают учащимся преодолеть негативные эмоции в школе. Подведены итоги турнира по мини-футболу среди сотрудников СМИ. Соревнования посвящены памяти известного журналистом Ахсата Сламбека. Прошли накануне в городе Алматы. Под свои знамена состязание объединило 8 дружин масс-медиа из разных уголков страны. Зрители смогли увидеть зрелищные финты и много красивых голов. Накал страстей и азарту на поле просто зашкаливал. С первых минут матча и до финального свистка в каждой из игр интрига сохранялась до последних секунд. Так, по итогам соревнования Пальма Первенства досталась коллективу Алматинской области. Команде Бахшетусу. В финальном поединке они оказались сильнее сборной Тарас Пресс. Тройку сильнейших замкнули представители Туркестанской области. Все участники награждены кубками, грамотами и памятными подарками. В будущем организаторы планируют проводить турнир на традиционной основе. Во-первых, хочется поблагодарить организаторов за проведение турнира. Все прошло на высоком и достойном уровне. Хорошая организация, сильные и достойные команды. Очень рад, что нам удалось выиграть. Мы долго готовились к этим стартам. И, как видите, результат налицо. Такова информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин